Всем привет, меня зовут Богатейши Ди. В сегодняшнем видео я хочу поговорить о криптовалюте, которая лично мне показалась очень интересной. Эту криптовалюту я буду добавлять в свой портфель. И сейчас я озвучу 5 причин, почему я инвестирую в Эластес. Но помните, что это видео не попытка заставить вас инвестировать в этот проект. Вы делаете то, что вы хотите, а не то, что вам скажут. А я всего лишь делюсь своими мыслями и действиями, и ничего больше. Я думаю, что Эластес это многообещающий проект, поэтому поехали. Причина номер один. Эластес решают большую проблему. Какую же? Что такое Эластес? Эластес это экосистема, построенная на основе блокчейна, как ни странно. Эта экосистема включает в себя три вещи. Первое. Децентрализованный интернет. Второе. Платформа децентрализованных приложений, как Эфириум, Трон, Иос. Очень много таких криптовалют существует. Третье. Сеть интернета вещей. Эти три пункта достаточно глубокие, но то, что мне больше всего нравится в Эластесе, это то, что он полезен в использовании. Эластес возвращает нам контроль над своими собственными данными и информацией, забирая этот контроль у огромных технокомпаний, таких как Google, Facebook, Microsoft и так дальше. Эластес дает нам возможность снова контролировать самый ценный ресурс в современном мире. Вопрос. Какой ресурс на этой планете самый ценный? Нефть? Золото? Самый ценный ресурс мира больше не нефть, а данные. Крупные компании подслушивают, распоряжаются и продают наши данные, получая из этого прибыль. И это меня действительно беспокоит. Эластес стремится решить эту проблему. С помощью экосистемы Эластес вы можете сами выбирать, кто увидит вашу информацию и данные. В моем понимании, люди в этом действительно нуждаются, особенно сейчас. И это была причина номер один. Причина номер два. Сначала спросим себя, а смогут ли они добиться этого? Добиться поставленных целей? Ведь много кто может сказать, что они что-то там сделают, но смогут ли? Причина номер два носит конкретное имя. Рун Чень. Это основатель Эластеса. Рун Чень успешный бизнесмен и гений технологий. Забавно, что по завершении университета он почти 8 лет работал в Майкрософт на очень хорошей должности. А потом ушел, чтобы создать свой собственный проект. Вы бы ушли из такой большой корпорации ради своей идеи? Чем больше интервью с этим человеком я посмотрел, тем больше крепнет во мне моя уверенность в нем. Очевидно, этот человек очень умен в криптовалютной сфере. Прежде чем озвучить причину номер три, хочу задать вам вопрос. Вы же ненавидите, когда крипто-ютуберы делают обзоры на криптовалюту, а они звучат как любовные письма. Я тоже. Не существует ни одной идеальной криптовалюты. Да и вообще идеала не существует. У каждой вещи есть свои плюсы и минусы. Поэтому в этом видео о минусах Эластеса я тоже расскажу. Смотрите до конца и вы все узнаете. Причина номер три. Третий момент, который мне понравился в Эластесе, это его виртуальная машина. Потому что Эластес, как я уже говорил, это еще и платформа для децентрализованных приложений. Как вы видите, децентрализованные приложения уже создаются на блокчейне Эластеса. На самом деле существует множество криптовалют, которые являются платформами для децентрализованных приложений. И многие из них лучше, чем Эфириум. Почему же виртуальная машина Эластеса выделяется из них? Что ж, я не разработчик. Но исходя из моих расследований, кодирование это то, что отличает машину Эластеса от других. Этот язык программирования упрощает разработчикам создание приложений. К тому же в экосистеме Эластеса может использоваться сразу несколько программных языков. А это, сами понимаете, привлекает больше разработчиков. Когда ты разрабатываешь экосистему, необходимо разрешить разработчикам использовать все привычные для них инструменты. Это, кстати говоря, большая проблема Эфириума, который практически заставляет разработчиков изучать другой язык программирования. Кроме того, есть еще одна интересная особенность Эластеса, делающая его еще более безопасным. С помощью такой интересной фишки, как Эластес Рантайм, платформа позволяет запускать децентрализованные приложения без подключения к интернету. На этом моменте нужно опять сказать прямым текстом. Это не реклама Эластеса. Вы думаете, что сам Рон Чень пришел ко мне домой на чашку кофе и сказал, «Слушай, братан, а давай я тебе дам 100 тысяч, а ты мне рекламу замутишь, да?» Хм, такого не было. На самом деле, я даже не ожидал столкнуться с такой проблемой. Что бы я ни сказал, что бы ни показал, всегда найдется человек, который скажет, что это реклама. Ну надо же. Четвертая причина, почему Эластес меня заинтересовал. Многие сети испытывают нагрузку по мере своего роста. Это приводит к задержкам транзакций, увеличению комиссии и так дальше. Ну это логично, это все знают. Эластес решает эти проблемы наперед, используя технологию SideChain. SideChain – это новый блокчейн, который базируется на основном. Это решает проблемы масштабируемости сети. В Эластесе основная цепь используется только для транзакций своего токена и идентификации вашего виртуального ID. Но каждое приложение, созданное на Эластесе, будет использовать SideChain. Поэтому сеть будет масштабироваться столько раз, сколько ей нужно. Определенно надо заметить, что технология SideChain сейчас набирает обороты. Многие криптовалютные проекты начинают понимать, что это их единственный способ выжить. Но Эластес поддерживает эту технологию с самого начала существования. Ребята, прежде чем перейти к причине номер 5, я расскажу о паре негативных моментов этой криптовалюты. Кстати, если вам уже удалось узнать что-то полезное или интересное, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Каналу это очень поможет в развитии, а я скажу вам за это спасибо. Итак, нет идеальных криптовалют. Первое, что меня беспокоит в Эластесе, это то, что это достаточно молодая криптовалюта. Поэтому отрывку вообще сложно что-то анализировать. Токен начал торговаться в феврале этого года на уровне 50 долларов, подскочил до 80, а сейчас стоит едва 3. Как нехило ты обвалился, дорогой Эластес. Потенциально у них очень много пространства для роста. Второе, что вызывает во мне сомнения, это Китай. Как Эластес выживает в Китае. Эта страна, как мы знаем, блокирует Facebook, Google и даже ограничивает население в доступе к интернету. Похоже, Эластес идет против всего, чего пытаются добиться китайские власти. Или Эластес будет адом для Китая, или Эластес находится в одной корзине с правительством. Представьте все эти ТВ-ящики от Эластеса по всему миру, оборудованные каким-либо шпионским дерьмом внутри. Ваши мысли? Что ж, шпионское оборудование. Это смешно. Любой разработчик, работающий с Эластес, видит эту экосистему насквозь, потому что она открыта. Но вот сможет ли Эластес выжить из-за Китая? Это меня очень беспокоит. Хотя, если проследить ноды Эластеса, становится очевидным, что их взаимоотношения сейчас в порядке. Но в любой момент Китай может наехать на Эластес и замедлить развитие этого проекта. Но не остановить, потому что Эластес стремится стать глобальной экосистемой, а не только китайской. И прямо в этот момент Эластес строит свой офис в Сан-Франциско. Странно, но именно самые депрессивные мои сомнения приводят к пятой причине, почему я хочу купить Эластес. Об этом я, по-моему, уже говорил в одном из своих видео. Эластес делают кое-что совершенно уникальное. Они интегрируют свои ноды в их девайсы интернета вещей. Почему это так важно? Это строит их сеть. И это, в свою очередь, только укрепит децентрализацию. Экосистема сможет общаться без какого-либо центрального сервера. И каждый такой девайс с нодой внутри – это отличный способ раз и навсегда ликвидировать центральные серверы. Я думаю, интернет вещей – это наше будущее. И это причина, почему каждый человек на этой планете рано или поздно станет участником блокчейна. Возможно, даже не подозревая об этом. И мне это нравится. Не нужно искать, на кого можно переложить ответственность за свои действия. Берите ее в свои руки и добивайтесь успеха. Не забывайте поставить лайк, если это видео было вам полезным. Подписаться на канал, если вы тут впервые. И поделиться этим роликом с друзьями. А также прокомментируйте, если у вас есть что сказать. Кстати, в описании под видео будет ссылка на мой телеграм. Только там я выкладываю свои собственные статьи о криптовалюте, которых больше нигде нет. Поэтому, если хотите, можете подписаться. И не забывайте о нашем мониторинге обменников в ExchangeSumo.com, на котором можно выгодно и быстро поменять валюту или криптовалюту, выбрав подходящий вам обменник. Все ссылочки будут в описании. А меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok